добрый день дорогие друзья рад приветствовать всех любителей гололомок очередной инбоксинг коробочку я очень долго ждал заказал в одном магазине не пришло заказал во втором наконец-то успех как видно на заднем фоне здесь головоломка компании мою мою таймвилл и мою фишер таймвилл не трудно догадаться что здесь третья головоломка из этой серии это аксис таймвилл естественно от компании мою долго рдал долго хотел наконец-то получить цветном пластике так давайте осмотрим название не хитрое это предполагалось аксис таймвилл что же это за головоломка разбираться ну очевидно она будет посложнее нежели и предыдущей версии инструкции нет совсем так запаковано пакетик достаточно красиво цвета такие же как на фишере один в один если мы вспомним обычный таймвилл то здесь был розовый цвет зеленый леднее такие более световые тона здесь же все хорошо то есть изначально мы видим кубическую форму у первой версии были выступающие элементы она самая простая так ну давайте разберем сначала с этим то есть если возьмем первой версии таймвилл это обычный 3 на 3 можно его сопоставить если берем фишер таймвилл это уже аналог фишер куба не трудно догадаться что новинка будет являться аналогом аксис куба под названием аксис этим выбираем в сторонку то есть помню что такое аксис куб это шейп мод 3 на 3 который наверное один самых сложных для сборки шейп модов не то что трудно его собирать но долго просто дольше чем остальные видим логотип такой же компании мою аксис мы видим видим аксис самое интересное что центры находится практически на углах обычно вот как и обычного аксиса центр зеленый красный это не идентичные элементы но серия таймвилл нас радует тем что здесь еще вращаются центры вращается не хотя но вращается сразу идет деформация не симметричная деформация я думаю собирать заголовку будет не то чтобы сильно сложно но явно дольше чем предыдущей версии кручение вполне достойная цвета приятные честно хочется уже перемешать центр вот собранном состоянии прям совсем нехотя возможно с первого раза а если мы вспомним фишер здесь было два типа центров одни центры были одноцветные то есть имели один цвет полностью симметричные их повращать можно было только совместно с каким-то другим цветом остальные все двухцветные вращались сразу кстати вращение вот этих центров на фишере гораздо мягче чем на аксисе я же все центры смотрю одинаковые не то что одинаковые принцип у них один и тот же есть двуцветные расположены близко к углу острый элемент до аксис это достаточно острый куб в перемешанном состоянии видимо нужно разработать обязательно перемешаю и соберу поразрабатывать нужно центрики конструкция достаточно сложная ну как аксис вращается в принципе нормально механизм более сложный для собой здесь ожидать что будет вращаться как обычная трешка то разработать покрутить можно радоваться уже более приятному кручению а если вы задумываетесь о том чтобы приобрести подобную головоломку я бы сначала посоветовал предыдущие если вы эти не собирали за это лучше не браться будет тяжело особенно если с аксисом тоже не знакомо постепенно будет приятнее то есть для того чтобы уметь собирать только головоломку достаточно знать аксис куб и принцип сборки центральных элементов которые есть и в кубике 5 на 5 или из этих двух головоломок я доволен в принципе обновочкой советую но начните с тех можно даже просто с фишера это совсем простой отличная компания получается три головоломки компания мою порадовала вот этими мегаминксы у них не очень такие нестандартные головоломки вышли вполне на славу на этом наверно все буду перемешивать собирать всем спасибо всем пока